Какая обстановка в районе Часового Яра, какие там силы российских оккупантов, какую тактику и технику они используют и в целом какая обстановка на Бахмутском направлении. Говорим далее. Олег Калашников, начальник прислужбы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича, старший лейтенант к нам присоединяется. Олег, приветствуем вас в эфире. Доброго дня. Прежде чем детальнее поговорить о ситуации вокруг Часового Яра, хотим спросить вас об обстановке в селе Богдановка Бахмутского района. По состоянию на вчера Минобороны Украины заявляла о том, что там продолжаются бои. Ранее была информация о том, что российские оккупанты захватили село. Что вы можете сказать об обстановке в селе Богдановка Бахмутского района? Могу сказать, что именно на этом направлении продолжаются боевые действия. Они непростые. Позиции переходят из рук в руки. Очевидно, что цель Российской Федерации Часов Яр до 9 мая захватить. Такое здание получили россияне, по словам Сырского. Можете объяснить вот эту любовь к захвату украинских городовых сел к каким-то датам у российских оккупантов? Это мы можем видеть у них еще с 2022 года. Постоянно какие-то даты. Я думаю, одна из причин это то, что Путин у нас погруженный в какой-то степени в оккультизм, окруженный своими там шаманами, магами и тому подобное, верит в знаковые какие-то даты. И даже если вспомнить Бахмут, он тоже постоянно рассказывал, что какой-то дате Бахмут уже будет захваченный. Постоянно эти даты у него сыпались. Так само можем вспомнить и тоже выход на административные границы Донецко-Луганской области. Тоже у него были определенные даты. Я так понимаю, что тут две причины. Одна причина это непосредственно сам Путин с его такой мистической любовью. Вторая причина это работа на внутренний электорат. То есть они пробуют им показать, что к каким-то значительным датам будут какие-то значительные у них достижения. Однако мы можем видеть, что пока еще ни одно достижение какой-то прогнозированной даты у них не состоялось. Вот россияне давят на Богдановку, на Ивановское. Это так выглядит наступление российских оккупантов? Какую тактику в целом они применяют для того, чтобы в попытках захватить часов Яр? Мы можем наблюдать, что это у них постоянные штурмовые действия. Они были и до этого, и на сегодня просто они в количестве увеличились. В количестве как штурмовых действий, так и непосредственно в задействованных ресурсах. То, что на сегодня мы можем видеть, что от просто отдельных пехотных таких штурмов в небольших подразделениях, это отделение, там взвод, на сегодня они уже пробуют атаковать уже в составе механизированных уже колонн, непосредственно задействуя как тяжелую бронетехнику, это танки, так же и боевые машины, которые непосредственно создают десант на поле боя и не прикрывают огонь наступающих свои подразделения. То, что мы можем видеть, что они по количеству и по качеству это дело увеличили. И так же надо сказать, что их артиллерия все-таки работает постоянно, как днем, так и ночью. Количество обстрелов не уменьшается, иногда даже на некоторых участках увеличивается. Ну и авиационная составляющая, это на сегодня ФАБы, очень даже сильно у них задействована. За буквально вот эти 2 недели он уже использовал 1300 ФАБов, но это по всему фронту, учитывая и населенные пункты мирных городов, это Сумская и Харьковская области. В прошлом месяце было их всего задействовано 2200, то есть мы увидим, что где-то в среднем около 100 в день он использует. То есть он пробует именно ФАБами не только скидывать их на наши населенные пункты, но и на рубежи нашей обороны. А дроны насколько часто применяют? Дроны на сегодня это уже постоянное явление на поле боя. Мы все-таки действительно, война поменялась, она перешла в более такой технологический уровень. С их стороны очень много дронов, но и с нашей тоже количество намного увеличилось. И сразу хотел бы сказать, что все-таки наши внешние пилоты, которые управляют БПЛА, они более профессиональные на поле боя. Причем это я говорю действительно так, как оно есть. О важности взять под контроль захвата часовой яра российскими оккупантами для них, с точки зрения тактики, стратегии, какую роль выполняет этот город, или для них он исключительно видится эдаким презентом на блюдечке Путину под парад на Красной площади? Ну, то, что это, как вы сказали, презент, это само собой. Но основное значение все-таки в данном случае это стратегическое. Сам Часавьяр он находится на максимальной высоте Донецкого кража, который у нас там идет от Торецка, аж туда за Славянск, Николаевка. Топ-то это такой своеобразный щит перед Краматорско-Славянской, Тружковско-Константинской агломерацией. То есть он стоит на защите именно этих городов. В данном случае, если Часавьяр смогут они захватить, они тогда выходят на оперативные пространства. В данном случае, то есть они могут создавать штурмовые действия непосредственно как на Константиновском направлении, так и на Краматорско-Славянском направлении. Одновременно Часавьяр, он и прикрывает наши логистические дороги, наши логистические звенья, цепочки, которые идут на фронт. Также можно сказать, что Часавьяр действительно это такой моральный антистимул для оккупанта, который теряет здесь очень много своих сил. Безнепосредственно мы можем наблюдать как пехота, так и техника. Очень сильно они тут стачиваются. Резервы постоянно идут на нашем направлении. В свое время эти резервы снимались как с Купинского направления, потом с Авдеевки тоже были сюда перекинуты. То есть мы можем видеть, что именно другие направления остаются более спокойными, потому что именно наши есть наиболее активные. Есть ли данные, сколько теряет Россия в живой силе и технике в попытках захватить Часавьяр? — Этого я вам честно сказать на сегодня не могу. Просто не смотрел в данном случае в таком разрезе статистику. — Скажите, а вам известно, что происходит в самом городе? Остались ли там люди? И если да, то как они выживают? — Да, там остались люди. Ну, если прокаштанских действительно они там есть, мне лично приходилось их наблюдать. Причем, когда я их видел, они очень хорошо себя там чувствуют. То есть спокойно могут двигаться по улицам, с какими-то там пакетиками идут, там могут идти попарно. Вот. Ну, что я могу сказать? Все, кто хотел оттуда эвакуироваться, имели такую возможность. Для этого как государство непосредственно создавало условия эвакуации, потом еще волонтеры работали. Но сегодня, я считаю, там остались или уже такие крайне, кто никуда уже не мог, для себя так лично решил. Ну, и также еще тех, кого мы называем все-таки ждунами. Это те, которые непосредственно ждут российский мир, несмотря на то, что он разрушает их родной город, несмотря на то, что он даже разрушает, возможно, их непосредственные помещения, дома. Тем не менее, они их ждут. Поэтому то население, которое на сегодня есть, я считаю, что это то население, которое сознательно сделало свой выбор, сознательно решило свою судьбу. Главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о том, что в последнее время ситуация на Восточном фронте существенно обострилась. У вас есть понимание, с чем это связано? Может ли это уже быть то новое масштабное наступление, о котором говорят, что Россия начнет его в конце мая, в начале июня? Ну да, враг не захотел делать действительно паузу. Он сразу после Авдеевки продолжил наступательные действия на нашем направлении. В данном случае, скорее всего, он готовит такой своеобразный плацдар для того, чтобы дальше пополнять резервами наше направление и дальше перейти к еще более активным таким наступательным действиям. То есть на сегодня мы можем наблюдать, что это еще не пик. Скорее всего, так вот говорил и президент, и Буданов. Впереди будут еще более тяжелые бои. И враг будет пробовать более массированно использовать свои ресурсы именно на нашем участке. Олег, спасибо вам большое, что присоединились и за вашу работу. Олег Калашников, начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича, старший лейтенант, говорили о ситуации на восточном участке фронта, в частности на Бахмутском направлении, в районе города Часов-Яр. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.